Приветики! Добро пожаловать снова на мой канал. Делать шляпу. Это шляпа-невидимка от злых комментариев. Сегодня будут шмотки. Вводить новую рубрику. Так как новых вещей я не заказываю, решетина сносила. Вот. Поэтому, а снимать-то что-то надо, видите, редко появляюсь. Выбирать образы, а вы будете меня паскудить. Как вам такая идея? Паскудить любят все. У меня голову помыло, а когда моешь голову, чувствуешь, что ты стала моложе, красивее и и дальше не знаю. Один. Как вы можете заметить, это моя любимая джинсовая куртка. Я в секунде купила джинсы. Они правда были такие страшные, что капец стоили 60 рублей. Но я их купила ради вот этих карманов. То есть у них на сжопе были вот такие карманы. Это все девки стразы, железные. То есть это ну реально очень качественные. Камни, они все на ниточке. Так блестят. Я их пришила себе сюда на рукава. Один отшила, потому что здесь рукава, короче, типа разные. То мне надо его перешить. Да, значит джинсовая куртка, кепка с короной, лосины виниловые обязательно. А, ну и конечно же вы напишите, что вы думаете по поводу этого одежды. Вообще джинсовые куртки. Я не понимаю, вот такие пижачки, знаете, такие пиджачок, карманчик, типа такой себе зашнуровалась. Для меня это сразу здесь должно блестеть. Карманы у меня, ребра нашила, короче камни. Но мне нравится. Я когда одеваю этот пиджак, от меня просто взгляд не отвести. Женщина-кожа. Видите, Тимаси даже выбрал тёлку, которая постоянно ходила в кожаных штанах. А чё так? Вот всё красиво. Штаны, опять же, латексные. Я их подшила, их теперь везде ношу. Правда, в них ляшечки трутся и даже хрустит неуютненько. Дальше у меня кожаная рубашка. Её можно носить распахнутой, можете брать под ремень. Я её беру под ремень, так как у меня вырос лицитский. Если я не показываю, что у меня есть талия, кажется, что я вожу 4 центра. Золотая кепка. Я её заказывала с сайта New Cheek. Это мой любимый сайт. Вы знаете, я с ним постоянно сотрудничаю. В этот раз я жду ещё кучу платьев. И если вы не видели мой предыдущий ролик, который я снимала с Home, New Cheek Home, то есть всё для дома, то обязательно я оставлю ссылочку в описании. Посмотрите, потому что там мало просмотров. А ролик реально интересный, вот честно. Кстати, золотую комнату я буду разбирать. Полки я, конечно, оставлю, но я хочу перевешать фотографии и снять эти цветы, те, что я приклеила до этого. Поэтому после того, как я запишу ролик, я иду туда и буду отклеивать цветы, потому что я заказала фею. Теперь там будет фея. Главное не оторвать вместе с обоими, потому что Олег меня кикнет. Он, как вчера увидел эти полки, то плевался и плевался. Но мы не об этом. Я говорю, Олег, я художник, я так вижу, понимаешь? Говорит, Юля, ну це капец. Я говорю, Олег, будь красиво, надо чуть-чуть подождать. Ну такая женщина. Женщина-сказка. Следующий образ. Следующий образ у нас, вот это прям супер-классный. Это кардиган, я его купила в секунде за 150 рублей. Очень прикольненький. Завтра, кстати, идем на именин, на хрещение. Так что я планирую, что я завтра его пододену. Также у меня босоножки от Asos, салатовые. Нога поправилась, так хорошо стоит. Удобная колодочка. Да, и они свер спереди с Пушком. Ну так, интересненько. И дальше у меня моя желтая сумка, которую я все не знала, куда я прицеплю. И, кстати, это мой кардиган. Она обалденно подходит, потому что он цветной, а она цветная. Там нифига не видно на нем. И на голове я вроде бы одела шляпу. Кажется, вот эту. Шляпа это тоже из Мючик, потому что... К сожалению, я не жена, господи боже. Уже не дочь Боярского, а то была бы тоже звездой. И на ютубе у меня уже было бы несколько миллионов. Потому что я бы платила за рекламу и была бы уже знаменитая. Смотка номер 4. Девочки, а вот эта летящая походка. Это такая крутая штука. Я ее тоже купила в секунде за 50 рублей. Это получается как накидка. Были широкие рукава. Я их типа так вот на резиночку посадила, чтобы она держалась. Потому что оно некрасиво, когда оно тут большое, еще и рукава разлетаются. Я люблю, когда видно мои тонкие кисти и синяк. Я, кстати, до сих пор не знаю, где он взялся. Гляньте, такая гематома прям. Так вот. Значит, я надела белые шорты. Я даже в них влезла. Я даже застегнула верхнюю пуговицу. Вы должны за этот образ поставить мне десятку, потому что я еле дыхала. Также у меня там такой топик типа в виде белья, поняли, сверху кружевной. Вообще понятно, что под эту штуку надо будет что-то придумать и деть, но я еще не сообразила. А если правда, я ее купила, потому что она реально стоила мало. Во-вторых, у нее на видео может не такой красивый цвет, но на самом деле он такой нежно-нежно-лиловый. Очень красивый. Плюс я обожаю шифон. Я обожаю, когда он скользит по моей гладкой коже. Понимаете вы меня. И плюс я думала, что его можно будет носить как тунику на пляж. В меру того, что когда ты идеальный, одеваешь мини-трусики. Когда ты не идеальный, не надо одевать мини-трусики. Лучше одеть сдельный купальничек и нормально себя чувствовать, а не идти в мини-трусиках и чтоб целую люди следались. Ну, типа, лично я не поэтому. Вообще даже не знаю, как это на пляж мою выходить с той целлюлитной сракой. Дальше. Что там у нас еще? А, тоже красота невероятная. Я его тоже купила в секунде. Я там скупаю все, что расшито бисером. Вот правда, шифон и бисер. Я его просто беру, потому что он не должен достаться никому. Во-первых, это эксклюзивные вещи. Вы видели там полностью ручная вышивка. А сейчас вот цыганка Сейра прикутилась. Я собрала. Это не ручная вышивка. Это именно машинная вышивка. И она идет полностью по всей, типа, как длине его. И по низу. Я так дальше буду показывать, чтобы вам было. Ее вообще почти не видно, но она так красиво и мерцает. Но это просто произведение искусства. Я обожаю. Я бы в таком ходела и ходела. Честно. Вообще, мне очень нравится, когда бисер прикасается к моей гладкой коже. Чтобы вы меня не поняли. Все, что такое вот блестящее. Вот такая штука. Гляньте. Это вообще просто сраться и не жить. Вот реально. Уже сразу на горшок. Объясняю, почему. Это все бисер. Она такая тяжелая. Девки, я не знаю. Килограмм она точно вожит. Это все полностью бисер. Гляньте. На каждой пайетке. Она тоже очень приятно скользит по коже. Прям ласкает. Я люблю... Знаешь, цвет такой, дружки, знаете, как бычковатый. Но если вечером на море, на пляже, под цветом софитов, под фонарем, я могу идти просто на эту кофту и вот так вот смотреть и получать удовольствие. Вот я сорока. Мне не стыдно этого сказать. Мне нравится. Жалко, что я не дочка Киркорова. Жалко, что бин гей. Какую хуйню купила. Это тоже типа на пляж. Как вы поняли, я дуже хочу на море. Смотрите. Это тоже как пора. Она ведь типа... Как летучая мышь на пол. Широкие рукава. Если ее оденет бабка, это будет бабская. Если ее оденет девушка, как я, с красивой прической, с красивым макияжем, под ремешочек, под красивого капчика, красивого капчика, то она реально прикольная. У нее такой глубокий, красивый цвет. Ну, Эзера Дэвид, если думаете, что их бабка. Честно, я покажу в следующем ролике, как-то ее одену. В общем, если он зайдет, я буду делать, например, обзор нарядов таких, обзор таких. Ну, вы поняли. Потому что на моем канале реально что только смотреть на меня. Знаете, говорят, люди без харизмы. Это не про меня. На моем канале можно смотреть на меня одну. Особенно, если сейчас такую, такую с попадью одеть. Ну, это тоже красота. Видите? Это галактик. Давай такого накину. Я в прошлой жизни, наверное, хоть и была уборщицей в дорогом доме, но, наверное, косинь-дианка чешу. Но нравится. А, и еще уже, так как этот ролик заканчивается, обязательно, девки, жду ваших комментариев. Вам не тяжело, мне очень приятно. Поддержите меня. Вы говорили по поводу того, что у меня очень черная комната. Нет. Это совсем не так. У нас получаются такие вензеля посередине, по бокам вот такая полоска золотом, а вся остальная комната такого светлого-серого оттенка. То есть вот прямо переносу серое. Это мы смотрели картинку, когда мы выбирали обои. Там была визуализация. Мы обои заказывали в салоне. И там была визуализация комнаты, похожая на эту. И вот как оно должно быть. Единственное, что, конечно, здесь должна быть шикарная кровать. Понимаете? Такая, такая, как я смотрела, какая кровать мне нравится, то она стоит 32 тысячи гривен. Это без матраса. Это только кровать, чтобы вы понимали. Также я хочу здесь две тумбочки. Тумбочка тоже даст по 5 тысяч. Гардебарины. Ну, подсветка. Это, кстати, мой увлажнитель. Нужная вещь. Обязательно увлажняйтесь. И увлажняйте свой воздух. Ну, и, конечно же, мы очень хотим глянцевую, черную мебель на всю стену. Ну, типа, как мебель сейчас, как модная, да? То есть комод. Чтоб с подсветкой были такие стеклянные пеналы. В них я буду расставлять дорогущую посуду по 10 тысяч долларов в сусальном золоте. Ну, цена вперед, понимаете? Сейчас, к сожалению, есть только в лучшем случае иллюминар. И только, да, на него скидка в магазине. Ой! Также здесь должен быть камин. Ну, понятно, электрический. Ну, это уже Олега мечта. И Олег очень хочет себе еще большой аквариум. Кто его мыть будет, я не знаю. Ну, вы поняли. Это все наперед, наперед. На этом прощаемся. Обязательно добавляйте ко мне в Инстаграм. Там мы с вами можем ввести живое общение, куплять духи по дешевке. Будете раздавать, передаривать ссылочки в описании. Украина, Россия, Педа, Париж по моим акционным промокодам. И встретимся скоро. Напишите мне, как вам этот видосик. Пока!